Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа Попучек, студия Павел Федоров. Сегодня очень близкая лично для меня тема, потому что когда-то в детстве я смотрел фильмы и передачи Клуб Путешественников на тему Camel Trophy, наверное, самого большого автомобильного приключения на нашей планете, и даже чуть-чуть успел затронуть, скажем, уходящий след Camel Trophy. Но сегодня мы вспоминаем Camel Trophy таким, каким оно запомнилось тем, кто участвовал, смотрел, болел за наши команды 10-20 лет назад. Позвольте представить гостей, непосредственно причастных к этому. Клуб Путешественников опекает эту большую тусовку и принимал непосредственно участие во всех приключениях в качестве организатора и российских отборов, и проводника людей на, собственно, самих приключениях. И Алексей Сверков, это команда России, 96-й год, один из самых сложных, наверное, рейдов камутрофических, Калимонтан, где Алексей с напарником сумели взять один из самых серьезных призов, наград, наверное, это приз за специальное задание. — Добрый вечер, спасибо, что заглянули. Ну, большая круглая дата в этом году. Как-то не хочется говорить о том, что Camel Trophy сейчас умерла, да, тем более, что все люди живы, и идеи живы, а самое главное, и машины живы. Мы в этом могли убедиться буквально в прошлые выходные, когда под черноголовкой собрались практически все, кто принял участие в этих соревнованиях. Давайте вернемся на 20 лет назад и вспомним, как это было тогда, и с чего все это началось у нас в России. Несколько слов вам, Сергей. — Ну, собственно говоря, я начал заниматься этим в 92-м году, тоже принимал участие в отборе, но не прошел. И, можно сказать, попал на Camel Trophy с черного хода, потому что организаторы пригласили меня как журналиста в машину, потому что маршрут проходил по Гаяне, в которой я до этого прожил 5 лет. В общем, был такой благоприятный фактор. И с тех пор, практически с 92-го по 2000-й год, я принимал участие как на правах на заднем сидении, естественно, как организатор во всех Camel Trophy, за исключением 96-го года, наиболее сложного, надо сказать, физически, уступил, кстати говоря, место свое команде НТВ. — Вот так вот. Во главе с Кириллом Кикнадзе. — Во главе с Кириллом Кикнадзе. — Ну, все эти репортажи, я думаю, зрители хорошо помнят, потому что с тех пор, наверное, как раз Camel Trophy стала, таким словом, нарицательным. Если кто-то где-то попал в большую грязь, то называют, ну, это Camel Trophy. — Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, дорогие друзья. Вы можете звонить к нам в студию, задавать вопросы дорогим гостям, писать на смс-портал, все это тут же здесь появляется, мы будем зачитывать все вопросы. Сегодня обсуждаем все Camel Trophy, где участвовали российские экипажи. Предлагаю начать с самого начала Camel Trophy еще с Советского Союза. Для начала давайте посмотрим небольшой отрывочек интервью непосредственного участника этого самого события. Я думаю, человек этот вам хорошо знаком, потому что он часто бывает в этой самой студии программы «Попутчик». Советский Союз — это 90-й год, талоны на колбасу, сахар и сигареты, и вдруг мы попадаем в Испанию. То есть понятно, да? Для меня, как действительно, человека, который болен автомобилями с детства, вдруг начинает сбываться, чего не должно было быть, начинает сбываться мечта жизни. Один из нюансов. Руководил нами тогдашний внешпосылторг, то есть это сеть магазинов валютных березок, и люди старшего поколения прекрасно помнят, что это такое. И, соответственно, они пытались, чтобы их люди попали во все эти этапы. Мы сначала не понимали, для чего им это нужно, а когда увидели, что маршрут предварительных этапов проходит через Германию, Испанию, Францию, Англию, то понятно стало, для чего им это было нужно. Советской делегацией всегда это строгие костюмы, белые рубашки, галстуки. Мы в таком виде приезжаем в Шереметьево для того, чтобы ехать на первый наш этап отбора в Испанию. И тут выясняется, а тогда из Советского Союза, кроме въездной визы в страну, нужна была выездная наша советская виза. И выясняется, что руководителя нашей команды этой выездной визы нет. И его снимают с рейса, вынимают у него чемодан с его вещами, и он отдает мне вот такой длинный факс, что надо было взять с собой. Мы с ужасом, стоя в белых рубашках, галстуках и костюмах, видим по два спортивных костюма, два комплекта спортивные обуви, спальные мешки, компасы и все прочее. Мы говорим, Виктор, а вот, ну, ну, что, ну, умел, подумай. Для того, чтобы купить билет, мне пришлось, ну, собрать все семейные сбережения, естественно, билет на самолет. Данкан Барбар сказал, ну, потом как-нибудь возместим, не волнуйся, потому что билет должен был оплатить, естественно, организатор, то есть в нашем варианте сеть магазинов «Березка» в Нешпасел Торк. Они этого не сделали. На одном из промежуточных этапов, там уже дома начались напряги, я на следующий этап полетаю опять, собрали все деньги, уже заняли у кого-то. И я говорю, ну, а Чапману, ну, он говорит, ну, что? Приносит денег, приносит денег в валюте, свернутые в тугую трубочку фунты стерлингов. Если я с ними прилетаю в Советский Союз, это валютная статья, уголовный кодекс, и вместо Байкала финального этапа, понятно, тот же самый Байкал, но с другой стороны из бензопилы. Что делать? Некоторые замешательства, покупаю пару видиков, приезжаю, сдаю в комиссионку, рассчитываюсь со всеми долгами, становлюсь фарцовщиком в самом крутом виде. И вот это вот к вопросу о том, да, что происходило в голове. Никогда в жизни там мне торговля не была интересна, хотя там коммерцией пришлось какие-то годы своей жизни заниматься. Но здесь вот желание, желание принять участие во всех этапах, оно вот таким образом очень интересно складывалось. Ну вот такая занимательная история, Сергей, Алексей, вы, наверное, тоже помните эти времена. Действительно, вот такие были сложные пути к Эммл Трофе. Ну да, наверное, в то время были, но уже начиная с 90-го года я принимал участие в отборе, когда мы отбирались уже не как команда СССР, а как команда СНГ. То есть был такой белый флаг, на нем было написано три буквы CIS, Commonwealth of Independence States. И вот, значит, эта команда была, потому что у нас был представитель Украины в четверке. Но что самое интересное, вот Марк Подольский не сказал, сколько человек их отбиралось. Ну, их отбиралось, наверное, человек 5-6, а скорее всего, будем смотреть правду в глаза, скорее всего, их просто назначили, потому что Марк Подольский, человек, связанный с автомобилями, знает хорошо технику, Толя Кузнецов из Дмитровского полигона, мастер спорта по автокроссу, ну вот эти пацаны и поедут, и покажут, что они могут сделать. А вот, когда я принимал участие в отборе, как претендент, у нас было 100 заявок. Когда я уже заканчивал эту работу в 2000 году, то было 32 тысячи заявок со всего, собственно говоря, со всей нашей необъятной... Это же Россия. На два места. На два места. То есть 32 из них отсеивали, потом были региональные отборы, потом были национальные отборы, промежуточные отборы и так далее, и так далее. То есть, как кто-то из журналистов метко написал, что в реке купались там, условно говоря, 200 человек, а поедут в холодное, а поедут двое. Ну что, замечательная история. Между тем, первый российский, так сказать, советский, прошу прощения, коммуетрофия произошел еще и в Советском Союзе. То есть, это приоткрылся такой железный занавес, и все поехали на Байкал. Что можно сказать о том приключении, которому, собственно, именно в этом году исполняется 20 лет? Могу одно сказать, что машина вот эта, трехдверная Discovery, которая была выпущена в 1990 году, она до сих пор жива, она у нас стоит, и она уже прошла более миллиона километров без капитального ремонта двигателя. Ну так, по мелочи что-то в ней делали на нашей солярке. Вот, видно, это был один из первых вариантов машины, которую выпустили. Наверное, чуть ли не вручную их собирали. И, собственно говоря, после этого на этих Discovery, правда, на четырехдверных, уже все остальные Camel Trophy до 96-го года, нет, до 97-го года в Монголии все время шли вот на этих машинах дизельных. Погода-то, говорили, была засушливая, как в этом году. Где-то специально нашли грязь. Да, для фильма. Почему, приходят первые вопросы, почему Discovery, а не Defender? В чем причина? Неужели реклама? Нет, но в этот момент эту машину только выпустили. Буквально ее выпустили накануне старта Camel Trophy. То есть ее, можно сказать, презентовали на этом маршруте. Но потом представьте себе, что этот год, Советский Союз, мало кому известные, вот это машины, которые идут по Байкалу. Для всех это был настолько такой загадочный мир и затерянный, наверное, круче, чем любая там Африка, Цейлон и прочее. А потом Defender все-таки военная машина, а это какая-то база та же, а автомобиль более гражданский. Алексей, где вы были в 90-м году? Вот так помните примерно себя в это время? У вас уже была какая-то тяга к таким приключениям? Нет. Нет, я ездил на BMW, угнанный из Польши, купленный всеми, оформленный правдами и неправдами. Я ездил по Москве с номером 48, Липецк, и я совершенно ничего про это не знал. Мне казалось, что жизнь, она состоит из других каких-то важных аспектов. А потом как-то случайно, батюшки, оказывается, люди еще себе что-то могут позволить. Я увидел фильм, где они после какого-то этапа соревнований строят научную обсерваторию на какой-то вершине в лесу. Это Аргентина, Парагвай, Чили, 1994 год. И зацепило передача «А ну-ка, парни!» У этих «А ну-ка, парни!» отличные автомобили. А потом они еще в свободную минуту строят обсерваторию для наблюдения за лесом каким-то. Пока батюшки. Нет, мне кажется, что Леша, Дима и все ребята, которых мы сейчас встречались на вечеринке 20 лет спустя, всех их двигало желание поучаствовать в этом, попробовать себя доказать. Потому что каждый, собственно говоря, получал... Что, ты же никакого денежного приза не получал? Машину тебе не дали? Много вопроса приходит, сколько? А главный приз – сколько? Вот уже несколько смс. Получали вот только одну табличку такую, на которой написано «Алексей Сверков, ты сделал это и год, и участие». Это дорогого стоит. Потому что вот приведу пример там участника 95-го года, Паши Богомову, который в первые или даже в два отбора не попал. А он был управляющий казино. Работа, сами понимаете, тяжелая, курение, ночью. Пашка бросил курить, надел армейские ботинки и бегал в течение года. И когда он пришел в стадион на промежуточный отбор, он надел кроссовки. И он мне потом рассказывал, Сергей, у меня было такое впечатление, что я полетел. После берцев этих, да? Да, после берцев ты вдруг побежал в кроссовки. И он, конечно, попал сперва в восьмерку, потом в четверку. И, собственно говоря, участвовал в 95-м году. И они выиграли приз вместе с Финьевым за командный дух, который тоже очень такой почетный. Собственно говоря, после главного приза, вот этого приза, это уже третий будет. Собственно говоря, их всего три. Давайте пойдем дальше. Следующий год. И у нас есть тоже небольшой фрагмент на эту тему. 91-й год. Где происходила эта гонка? И чем она знаменательна? Это Африка. Она тоже была довольно поначалу, казалось, очень простая. Там финиш был в столице, по-моему, Бужумбура. Она была простая. И все ехали по Африке, так все было хорошо. Потом вдруг неожиданно прошел сильный тропический дождь, и все машины просто завязли в ней. У нас был Снарский и Савельев, два наших представителя. Они рассказывали, какой это был ужас. Воды нет. Опять в то время мы еще были очень плохо экипированы. То есть все западные команды были экипированы специальными таблетками, чтобы воду обеззараживать. Специальными фильтрами, такими насосами, которые ты можешь из лужи качать в воду. После этого она уже пригодна для кипячения, ты можешь ее употреблять. У них ничего этого не было. Они одалживали. Был полный ужас. И когда мы, наконец, одолжив у швейцарцев этот насос, сделали маленькую канистру воды, и утром мы видели, как один из журналистов, который был с нами, чистит зубы этой водой. Вот тут был момент истины. Потому что, ну, просто сдержали, чтобы вот тут же... Больше этот журналист на Кэмэл Трофи, естественно, не ездил. У нас есть коротенькое воспоминание Вадима как раз на эту тему. Вот мы его в Ростов заставили. Что он думает? Давайте посмотрим. Самое, наверное, яркое впечатление, это когда где-то на пятый-шестой день Кэмэл Трофи, в сезон дождей, мы застряли в болотах. И машина практически вот под дверь, как вот мы сейчас сидим, стояла в болоте. В болоте плавали какие-то фиолетовые крабы, летали огромного размера какие-то непонятные насекомые. В машине два журналиста, и, соответственно, два участника, два пилота. Журналисты остались спать в машине, а мы поставили палатку на крыше. И поскольку жарко, Африка не стали накрывать ее тентом, просто была москитная сетка. И ночью пошел проливной дождь. Проливной дождь, и я попросил, когда мы проснулись, я попросил своего напарника, я говорю, Михаил, накинь тент сверху. И он исчез в темноте. Он забыл о том, что мы спали на крыше, и сделал шаг с крыши в это болото. Можно себе представить, какой был шум вокруг. И, в общем-то, наверное, это одно из самых ярких воспоминаний о том времени. И это действительно помнится, как сейчас. Часто были такие ситуации, Алексей, что усталость была настолько сильная в вашем случае, что забываешь, где ты лежал на какой-то поверхности, и вот так вот шаг никуда. Кстати, это вот тот самый Михаил Снарский, который многие знают, как основателя клуба 4х4, и впоследствии журнала 4х4 клуб. В общем-то, человек после вот этих вот, может, после этого купания конкретно задумал вот такую большую историю, которая теперь известна на всю страну, как недорожный клуб. С нами ездил Александр Давыдов в качестве такого тренера-наблюдателя. Участник 1994 года. Да, к нему мы еще подойдем. И, кстати, многие известны, как такой довольно крутой каякер. Да, и потрясающий каякер. Надо вообще вставать, когда называешь его имя. Так вот, ему принадлежит фраза, что однажды вот из-за внезапного ливня под крышей какого-то сарая мы остановились, и он привязался к красивой гамак, там, где сходится вот, яндовая, на нашем русском языке. И ливень хлынул так ему в гамак, что я услышал крик «Пароход столкнулся с паровозом!» И это случалось через день, потому что эмоционально только так можно описывать. Понятно. В общем, к этому привыкаешь. Ну, Леша-то вообще была сложная ситуация, потому что Дима Сурин у него болел, и он практически какую-то часть маршрута Димку просто как куклу передвигал. Да, ему хотелось пойти куда-то и побыть там. И вот он уходил в лес, я его бегал-ловил. Даже однажды пришлось договориться кибитка такая, как это, лачуга. Там вроде как есть хозяин, смотрю. И я говорю, надо бы человека положить, а то он все время норовит уйти. Он говорит, хорошо. Когда я ему заплатил, он говорит, я положу его с женой, а сам лягу в двери. Вот так вот. Ну что ж, давайте идем дальше. 92-й год. Вот что было здесь, и я так понимаю, в это приключение замечательный тем, помимо того, что это замечательная страна, которая близка вам, это собственно о чем мы говорили, где много прожили, так еще и появилась наконец поддержка. Не с самого начала, а была поддержка в виде 110-х дефендеров, в сопровождении, которые могли, если что, дернуть, везли запчасти. И вот это первый год, когда уже была такая серьезная экспедиция с поддержкой. Нет, ну там дефендеры выполняли, в общем, это в основном были две технички, которые просто, если уж машина совсем, потому что условия были такие, если машина ломается, ты ее чинишь сам. И даже не только чинишь, например, мы там были в одной индейской деревушке, где был старый дефендер. Это не она? Нет, это Манаус, это столица одного из штатов Бразилии. Это вот Ян Чапман, который многие годы руководил этой экспедицией, такой тоже очень участник был в свое время Кэмэл Трофи. Вот. И поэтому в этой деревне нашли старый дефендер, и за ночь все команды, это был такой тимбилдинг, в общем, за ночь все команды его разобрали, собрали, и он работал как новый. А дефендер был, ну, наверное, как он 52-53 года, который до этого еще там лет 8 или 10 вообще стоял как рухляд. Ну, конечно, у организаторов там какие-то запчасти взяли, ну, в общем, собрали его. Такой рухлей превратился в один из дефендеров сопровождения, наверное, который поехал дальше. Что за команда от России в этом году? В этом, в 92-м году как раз принимал знаменитый Юра Овчинников, который потом вот Ладога известен своим. Опять надо вставать. Нет, ну, все, собственно, как амалтрофисты, которые принимали участие, они все в той или иной степени стали известными людьми. Вот. И с ним был еще Дима Леонидов, ну, вот он как-то исчез из нашего поля зрения, не зная его судьбу. Это очень была интересная поездка, но, как правильно говорит Юра Овчинников, очень засушили. Гаяна, вообще, там очень же много тропических дождей, я знаю ее хорошо, значит, а тут было довольно сухо. Вот у меня о Гаяне одно интересное воспоминание. Мы едем, в то время еще все шли колонны, ну, как бы, друг за другом, одним маршрутом. И вот мы едем на машине, а в этот раз нам удалось, поставили нас первыми. И вот мы едем под джунглем, а Гаяна – это одно из действительно таких непуганных мест, то есть это не какая-нибудь там, не знаю, Аргентина, где на каждом углу ты можешь кока-колу купить. И вот мы едем под джунглем, и я говорю, ребята, вот сейчас тут поворот будет, и там будет лагерь золотоискателей, и там будет пиво, ром, вода, они говорят, да ладно, шутишь, ну там, действительно, мы поворачиваем, стоит эта кибитка, там все это есть, я знаю этого человека, потому что лагерь золотоискателей обычно две вещи, это ром и проститутки, ну вот, значит, как бы лагерь проституток, и лагерь такой, где стоит, значит, выпивка и алкоголь. Мы заходим туда, я хозяину говорю, а мы первые пришли, там остальные минут через семь должны появиться. Я говорю, слушай, вот Джон, говорю, помнишь, говорю, меня, он говорит, я тебя помню, Сергей, называли так, Комрад Сергей, товарищ Сергей, потому что Кооперативная республика, я говорю, у тебя через 15 минут здесь ничего не будет. Он говорит, да ладно, шутишь там. И в этот момент начинают подваливать эти желтые машины и сметают все, потому что, конечно, хочется пить и пить. И он уже, когда мы уезжали, он выходит и мне там, знаешь, в багажник бутылку рома засовывает. Он говорит, что на нем, приезжайте еще. Ну давайте два слова дадим Юрию Овчинникову, который нам тоже кое-что сказал на эту тему. Правда, очень коротко. Запомнился один момент. Вот почему-то, как сказать, во время твоего вопроса именно он всплыл. Водопад Каетур-Фоллс в Гаяне. Потрясающий совершенно водопад. 242 метра. Вода падает в одном движении, без всяких каскадов. Есть фотографии официального фотографа, там, пять мужиков в камиллорфической одежде, там, с дикими эмоциями. На этой фотографии. А я в двух метрах рядом за кадром. Обидно, да безобразие совершенно. Вот, пожалуй, одно из самых острых впечатлений. Наверное, сейчас, там, 10 лет спустя, после того, как камиллорфия умерла, но умерла физически, в душах она осталась, безусловно. Вот. Наверное, можно признаться, что Гаяна 92-го года была просто сухая. И, если честно, ну, мне было, да безобразие, конечно, обидно, что, вот мы ехали, пыльные дороги, грязи нету, речки сухие, броды никакие. Вот. И реально, там было полтора-два дня, вот, какой-то грязь. Где ее нашли, как нашли, я до сих пор не понимаю. Вот. И в этом смысле, для меня, камиллорфия не состоялась. Вот. И это обидно. Но, с другой стороны, мне приятно, что, ну, может быть, как никто из участников камиллорфии, я продолжаю, так сказать, своей деятельностью, я в данном случае имею Ладогова, так сказать, в виду, продолжаю эту деятельность. Сама идея отборов на камиллорфии, это многоступенчатость. И это означает, что в итоге в команды разных стран попадают люди, прошедшие, такое многоступенчатое сито отборов. Это люди, безусловно, неординарные, и этим они интересны. И мне, в данном случае, как сказать, наверное, единственным из российских камиллорфистов повезло еще три года работать в команде, которая организовывала и готовила спешл-таскет. Это была Малайзия, это была Аргентина, Парагуай, Чили, это была Белиз. И люди, с которыми я там работал, это вот просто потрясающие мужики. И ну вообще, вот это осталось здесь. Ну что можно здесь добавить? Очень исчерпывающе. По поводу отбора, системы отборов. Действительно ли все было вот так вот, как говорят, что это вот действительно не очки, галос, секунды. Вот посмотришь, все же люди очень сильные. Все очень такие вот, ну, мастера на все руки. У каждого, если брать даже российские отборы, я помню, когда вот уже потом убирался на джиффу-ченнеж и разговаривал с многими, ну там, по крайней мере, несколько разрядов, там, ну какие-то наши виды, лыжи, легкая атлетика, ориентирование спортивное, то есть это спортсмены, это кабаны или там лоси, как говорят. Ну, посмотрите на Алексея. До сих пор, да. Я был в ЮАР. Орел, был в ЮАР. Я одну секунду, Лешка, просто скажу, что мы старались сделать отборы так, что когда они попадали на Камалтрофи, им казалось, что, ну, просто у Леши была очень сложная Камалтрофи, но так многие попадали на Камалтрофи, говорят, отборы были круче. Отборы круче. А в ЮАР, когда я был, там прошел слух, что приедут русские инструкторы. И к нам был такой неподдельный интерес. Я потом спрашиваю, ребят, а чего вот так все вот к нам как-то? Да говорят, единственное, кого мы боимся здесь, когда воюем в Африке, это кубинцев. А единственное, кого боятся кубинцы, это русских инструкторов. Поэтому, когда в газете написали, что приедут пару русских инструкторов, ну, а ЮАРцы, они настоящие боевые ребята, они все обязательно служат. В общем, Африку, они там держат ее как-то. Ну да, когда команда ЮАР видит, что сразу хочется сказать там слово там типа «есть» или там «шагом». Это обычно такие до сих пор. Ну вот, да, такие рослые, здоровые ребята. Ну вот у них сейчас там футбол, им там, наверное, как раз все это очень пригождается с вобузелами. Вобузелы тогда были уже в ходу, нет? На комутрофии не попадались? Нет. Было партеид. Давайте пойдем дальше. Какое у нас было следующее? А вот, кстати, водопад в Гаяне показывали сейчас. Это второй по величине падающая струя в Мира. То есть очень высокий. Выше него только в Венесуэле есть вот эта глотка дьявола. Ну действительно, безумная красота и, наверное, обидно. Очень необычный взгляд у Юрия Овчинникова. Все вспоминают в основном, когда брали интервью про какие-то трудности, про грязь. Есть еще несколько интересных мнений. Давайте пойдем дальше. У нас есть еще одно мнение. Давайте послушаем мнение следующего участника Кэмл Трофи. Большой организм, который неформально управляется и, тем не менее, выполняет очень сложные задачи. Там нету генерального директора, нету назначенного лидера, нету инструкций, нету нормативов. И, тем не менее, это смесь какой-то сложной демократии, сложной какой-то не знаю, диктатуры, может быть, личности, которая позволяет достигать очень сложных задач. И этот опыт работы в такой ситуации, когда у тебя нет начальника, когда у тебя нету подчиненных, и ты выстраиваешь отношения, которые приводят к цели, они позволяют в жизни очень успешно двигаться, потому что неформальные связи, неформальные отношения особенно в российской ментальности, они реально помогают. Вот здесь хотелось бы поговорить, я так понимаю, Юрий Строфил участник Кэмл Трофи, который проходил на Борне, тоже им пришлось поработать с Лопатой, очень здорово, с Николаем Шустровым. Правда ли, вот вы сидите сейчас, люди, которые, с одной стороны, обладают всеми теми качествами, о которых говорил Юрий, а с другой стороны, представители российского бизнеса в какой-то степени, я знаю, что Алексей тоже там какой-то сычной заводик есть. Правда ли, что все, кто прошли Кэмл Трофи, кстати, человек, который это все говорил когда-то, работал в администрации президента, тоже руководил там чем-то, не знаю чем. Правда ли, что все Кэмл Трофисты, они еще вот такие вот хваткие люди пришли с этой российской ментальностью и со всеми договорились? Я готовился к программе и хочу сказать, что на Кэмл Трофи я видел три вещи. Я видел сматранских барбусов, я видел эмансипированных женщин и видел, как люди становятся мужчинами. Сильно. Так. И реально, я не понимаю с тех пор, как я поучаствовал во всех отборах, а потом мне еще выпал этот Кэмл Трофи, и с тех пор я не понимаю фраз «У меня стресс», «Я устал», «У меня сейчас трудный период», «Я боюсь этого» или «Я не смогу это сделать». Еще какие бывают. Я в шоке. Вот такие высказы. Я не понимаю. На Кэмл Трофи есть задание такое маленькое. Конвой ушел далеко вперед, ваш автомобиль сломан, ваш товарищ тяжело ранен. Нужно найти правильный ответ. И я говорю, почему у тебя стресс, почему ты уставший, почему тебе нужен отпуск? У тебя что, беда? Конвой ушел далеко вперед, машина сломалась, товарищ тяжело ранен. Ответ правильный, кстати, звучит так. Нужно сесть, составить план и дальше действовать по плану. А, вот так. То есть, не сразу. Такая фраза тоже говорят из Кэмл Трофи, «Russians never read instructions», она здесь не работает. То есть, сразу раз и понеслись в атаку. Нет, нет. И вот это право, что бы ни случилось в жизни, нужно просто составить план и действовать по плану. Поэтому я никогда не бываю уставший, измученный или какой-то там под депрессником. Это Кэмл Трофи дает это все. И, конечно же, бизнес, он постоянно какие-то такие пограничные состояния людей предполагает. Ну, я надеюсь, мои друзья не дадут соврать. Я не бываю таким. Нет, ну, действительно, все люди, которые поучаствовали в этом приключении, они как-то... Ну, это вот, я бы назвал, как-то сливки. Это крепкие, это надежные не только парни, но и девчонки. Будем говорить о последнем приключении, где две девчонки у нас участвовали. И многие из них, у всех у них есть авантюрный склад. Леша Сверков, извините, перегонял машину по моей просьбе Кэмл Трофическую из Швеции в Россию, то ли не имея прав, то ли не имея документов на эту машину. Человек вроде не помнит. Скорее всего, прав. Вот так он. Ну, перегнал. Там, не знаю. Борислав Казанкин эмигрировал в Австралию и через две недели, продав все, собаку, продержав шесть месяцев где-то там в специальной Финляндии, чтобы его можно было довывести. Приехал в Австралию и через две недели вернулся, потому что нам скучно, говорят, там делать нечего. Там просто скучно и ты знаешь там каждый шаг и что ты уже будешь делать на пенсии. То есть, в каждом из людей, которые попали на Кэмл Трофи, наверное, они поэтому туда и попали. В них есть дух приключений, вот азарт, все, что с этим связано. То есть, это необычные люди. Ну, на самом деле, среди них попадаются настоящие романтики. Предлагаю послушать интервью Николая Шустрова, человек, который, в общем-то, принимал участие вместе с Юрием Строфилом здесь же, на Борнео. И тоже вот много работал лопатой, но это было для него очень романтично. Это, кстати, очень известный советский и российский альпинист, питерский, поэтому понятно, почему человек туда попал. Это просто супер-бизон. Маршруты пройдены им, до сих пор многие остаются непройдеными. И еще организатор бега на Эльбрус. Да. И бегал сам, Коля. Так что, вот такие люди в Кэмбл Трофе. Давайте послушаем это интервью. В упоминаниях о Кэмбл Трофе возникает такой мотив песни, которая, так сказать, неизвестна уже, так сказать, огромной части, так сказать, людей, населяющих нашу страну. Это такая песня. Если бы парни всей земли вместе собраться когда-нибудь могли. Такая совершенно советская песня. И вот как раз на Кэмбл Трофе самые, так сказать, сильные впечатления были именно от взаимодействия. То есть, представьте себе, там сколько у нас было? 18-19 команд. То есть, соответственно, умножить на 2, там 36 представителей совершенно разных 18 стран с разными культурами, религиями и прочее. И мы взаимодействовали в очень прочной и достаточно стрессовой, так сказать, ситуации. А там был такой вот момент очень поздно вечером, почти, ну, ночью практически. Мы где-то застряли в очередной раз, и нужно было раскапывать какой-то безумный пень каких-то фантастических размеров. Дерево упало, перегородило дорогу, и вот там была такая бесконечная работа. Там лопаты, лебедки и прочее, прочее. И я был вовлечен в эту работу, и в какой-то момент итальянец Джованни, он подошел ко мне и сказал, слушай, говорит, брось ты эту работу на 5 минут. Вот ты пройди туда дальше по дороге и послушай джунгли. Я сказал, так, слушай, как же мы работаем? Да ладно, пойди туда послушай. И я ушел по дороге, прошел, наверное, ну, где-то минут 10-15, и вот все звуки, эти лебедки, весь этот вот индустриальный, так сказать, шум растаял, и действительно остались одни джунгли. И вот звуки такие совершенно странные, фрактальные, если вот кто-то понимает, что я имею в виду, вот. Потом я начал присматриваться, вот эти звуки, вот и как-то невольно хочется понять, откуда они идут. И вдруг я смотрю, что звезды я вижу сверху, вот светятся звезды. Как это непонятно, джунгли, да, так сказать. Потом я смотрю вниз по склону, где уже точно никаких звезд нет, и они смотрят, что там тоже светятся, то есть это какие-то гневушки, какие-то светлячки. И вот вот это вот ощущение, вот я не знаю, что отдал бы, чтобы еще раз вот оказаться вот без шума, без вот там подвигов кематографических, но в центре вот этих джунглей, в этих звуках, в запахах, в каких-то вот этих вот искорках, которые непонятны от кого, от светляков, от гневушек. Вот, наверное, это самое вообще сильное. Самое-самое. Вот видите, человек даже жалеет о том, что автомобили не дали ему прочувствовать всю красоту, которая была там. Было такое ощущение или было не до этого у вас на Калимонтане? У нас было не до этого. Надо было каждое утро откуда-то выехать и вечером достичь точки. А ты достигал только к следующему утру. А надо опять делать старт. Дело в том, что мы попали, сезон дождей должен был кончиться, но он был таким мощным, он кончился, смыв все мосты, промыв все дороги. И у нас выкапывание пней было по пять раз на день. И, конечно, поднадоело все это дело. То есть, не до романтики. А потом были сожаления. Было желание вернуться, ну, не по маршруту, взять там, не знаю, турпутевку, все-таки это сейчас как-то возможно уже спустя это время, и побывать в каком-то вот одном месте, может быть, где вы проезжали, просто посмотреть, а что же там вокруг. Я вообще с тех пор даже не понимаю, зачем люди ездят на Бали. А вот так вот, да? То есть, то, что сейчас модный курорт, это непонятно. за бешеный курорт. Я не понимаю, в чем там прелесть. Да, там интересно проехать на джипе и продавить эту грязь, но как туда можно ездить, платить деньги и отдыхать там? Вот так вот. Нет красивых женщин, нет достойной выпивки, да и море грязноватый у них. То есть, если показывать людям, которые собираются в турагентстве, собираются на отдых на Бали, какой-нибудь фильм про акоматрофию, а вот на Калимонтанию что угодно, я думаю, сразу же там опустеться. Ну, что еще тяжело было, потому что, действительно, Дима-то большая часть пути болела, ему даже предлагали эвакуироваться, но он все равно нет, останутся. И вот они вдвоем уже в конце концов выиграли этот приз. Собственно говоря, покажем, когда будет. Сейчас покажем. Ну, давайте сразу перейдем к этому году, раз он самый такой у нас тяжелый. Я напомню, что потом еще был 95-й год, довольно успешный, по Центральной Америке, такой интересный для российских участников. И, собственно, потом Калимонтан... 94-й был очень интересный. 94-й. Ну, чем он был замечательным? Там как раз принял участие Борислав Казанкин, да, я так понимаю? Борислав Казанкин, да, и Саша Давыдов. Оба они потом поменяли. Ну, собственно говоря, Саша – это известный гид. Сейчас он увлекся вертолетами, на вертолетах летает. А Борислав Казанкин тоже занимается приключениями. Если кому интересно, я так понимаю, после приключения Александр увлекся каякингом, наверное, было... Нет, каякингом он увлекся еще до того. Он пришел туда каякер. Да, но потом получился уже рафтинг, да, и, в общем-то, в России возникла как таковая федерация рафтинга, это вот сплавы на этих больших плотах, которые переросли вид спорта, и есть федерация, дается разряд, и все это тоже выросло из Кэмл Трофи. Да, да. Каким-то образом? Получается вот так вот. Это Монда Майя, да, 95-й год. Чем он хорош? Ну, он был впервые, во-первых, маршрут прошел по пяти странам сразу же. Пять стран, то есть это практически вся центральная Америка. Он довольно был интересным, хотя с точки зрения вот такой натуральной грязи, там тоже ее было мало, но организаторы придумали там такое количество заданий, что мало не покажется, и поэтому ребятам пришлось там довольно тяжело, там и машины топили, и что только не делали, чтобы их, так сказать, занять. И, в общем, ребята показали себя очень хорошо, потому что вот они получили приз за командный дух, что, собственно говоря, первый был серьезный приз, который получила русская команда. Ну, нужно понимать, что у иностранцев все-таки было 10 лет потренироваться, да, а Россия, там, Советский Союз пришли несколько позже в это приключение, не было опыта, даже людей, которые могли бы передать там опыт какой-то. Ну, потихоньку он набирался, конечно, а при том этот вот приз за командный дух, он еще определяется не просто судьями, организаторами, а, собственно говоря, каждая команда вписывает, кого бы они там номинировали. Ну, и там Сережа Фенев, который очень хорошо знал машину, везде помогал, и Паша Магомолов, то есть они везде шли на помощь, причем искренне, потому что есть люди, которые нацелены, чтобы получить этот приз за командный дух, и они это делают как-то даже навязчиво, а у них это делали действительно по велению сердца, и поэтому вот у них так получилось все хорошо. По велению сердца они сшили себе балетные пачки и танцевали «Лебединое озеро». Это в конце, наверное, она была заключительная. Вот за что дают, оказывается, главные призы. Заключительная, заключительная. Ну, и, наконец, подошли мы, вот тоже кто-то в пачках, наконец, мы подошли к самому тяжелому, пожалуй, это было последнее классическое маутрофи, это, собственно, твой Алексей, 96-й год, Калимонтан. Как вообще проходил отбор? Вот ты в начале программы сказал, что, в общем-то, лихие 90-е для тебя складывались по-другому, никакого духа приключений, другие автомобили, другие, в общем-то, интересы. Как, в общем-то, произошли переключения, как ты пришла идея поехать на отбор? Я почему-то решил, что начну бегать, мне супруг говорит, а что ты бегать просто так-то? Вот на, готовься. И дала мне эту анкету. И меня отбирают, говорят, о, вот 33-й! Если никто не заболеет, то до свидания, если кто-то заболеет, мы вас возьмем. То есть, никто не заболел. То есть, запасной, получается. Да, и эти 32 человека уехали на отбор, а я остался в 33-м. Меня это как-то обидело. Я очень серьезно готовился, вспомнил все свои спортивные разряды. Ну и потом уже, на следующий год попав, мы, как говорится, порвали всех в клочья, в том числе, и всех вот этих участников. Отборы были очень тяжелые. Наша команда к тому моменту как-то вызрела. Вот эти все люди, которые до меня участвовали, они набрались опыта, они как накинулись нас дрессировать. И, наверное, мы были реально самые подготовленные в мире к этому событию. Юрий Овчинников, я не знаю, сколько он жизней положил на меня, чтобы научить меня водить машину. Вот это понимание, сейчас уже автомобили стали другими, но вот это понимание доли инерции, которым должен обладать автомобиль при наезде на препятствие. Если ты наедешь слишком быстро, ты разрушишь автомобиль, либо засадишь его глубоко. Если слишком медленно, ты даже не доедешь до середины препятствий. Вот это понимание, и даже уже на рейнже со всеми автоматами, все равно чувство осталось, и я могу кое-кого там обыграть. Мне ноги, как на качеле нельзя, а на автомате как-то. Как нельзя, когда подъезжаешь, даешь тормоз, инерция, качели встают в горизонталь. И вот это понимание во мне выдрессировали, плюс какая-то спортивная подготовка, и плюс, конечно, мой напарник Дима, который на самом деле не так уж он намного там болел, а меня сделал больным. Мы пели, свистели, танцевали, и там каждый вечер у нас была какая-то делегация к нам приходила, а что русские будут сегодня ужинать? А корреспондент НТВ Геннадий Карандин, респект, если он нас видит, он кашеварил в таком большом жбане, там был то молоко с гречкой, то бычки в томате. И вот там команда Польши, они просто, они думали, что это специально кормят. Они приходили, чистосердечно садились, не ждали. Нет, но там надо сказать, что вот до, практически, наверное, до 95-го года мы, как и все остальные команды, пользовались едой, которую нам привозили там из-за границы, вот эти пакетики, которые там разогреваешь, вот потом самовар покажем, в котором мы им пользовались. И мы называли эту еду в пакетиках, которую пользуются все команды, мы называли ее «Собаки жрать не будут». Она была абсолютно одинаковая, что у тебя там мюсли с малиной, что так далее. Но потом, как-то вот, начиная с 95-го года, я уже стал возить с собой лучок, чесночок, котелочек, наши какие-то национальные продукты, типа гречка, грибочки. И вот вечером, значит, вот Гена Каранина это перенял. И мы уже делали свою собственную еду, и к нам все время стремился народец подкормиться, потому что это собаки жрать не будут, никому, я думаю, не нравилось. Хотя она, конечно, быстрая, ее можно на мотор положить, она там сразу же разогреется, и так далее. Скажем так, вот собаки жрать не будут, там были пакетики, которые вот накачаешь через катодиновый фильтр воду, бросишь в канистру таблетки, там это 12 часов бурлит, потом ее можно кипятить, а потом уже только пить. И на обезвоживание наступает такое, что ты прям, и были какие-то пакетики с синим порошком, его нужно было туда добавить, и это был Пауэрэйч, вот сейчас есть напиток, по вкусу был как Пауэрэйч. А были пакетики с красной, красной, и если их туда добавить, то получилась такая свежая блевотина, вкус и запах свежей блевотины. И Дима выкинул эти пакеты, я говорю, ну ладно, давай парочку-то возьмем. И вдруг какой-то настал момент, ну совсем уже, заглоток воды, готов там, да, любые деньги платить. И вдруг мне попадается этот красный пакет, я его высыпаю себе в кружку, и пью, и куда-то этот запах и вкус противный ушли. Я понимаю, что сейчас каждая клеточка получает именно тот состав солей и минералов, которые необходимы. На, попей, не буду. Не оторвать. То есть там были какие-то секреты в этих пакетиках. Но на самом деле, просто мы были, наверное, действительно самым вытренированным, самым готовым к подвигу экипажем, за что уважение ко всем предыдущим. Давайте послушаем два слова. Дмитрий Сури, у нас тоже есть это интервьющик, давайте посмотрим. А вот не подсказывать, не готово. Ну ладно, про, в общем-то, ситуацию расскажи, Леш, возникла непростая ситуация. Кто-то Диму укусил, я так понимаю. Он говорил, что он провалился в какую-то яму, точно не знает, то ли это комар, то ли еще что-то. И после этого просто 40 температура и лежит полостом. Вот как это, по идее, у вас же была эвакуация, служба поддержки, медики, вот что там происходило? Дело в том, что мы просто попали вот в это болото, и никакая служба поддержки не успевала. Мы там должны были спасать. За мной просто ехала сломанная машина скорой помощи с убитыми врачами. Я их тащил на буксире. И им самим была нужна помощь. Им некогда было нам помогать. А когда прилетал вертолет эвакуации, то стояла очередь людей, которые хотят покинуть это адовое место. Это журналисты, там сопровождение? Да, это какие-то случайные люди, которые попали там. Всегда есть какие-то блатные, которым вдруг скажут, да вы что, куда меня? Он имеет в виду блатные, естественно, не комалтрофисты, а то, кто там сопровождал. Они ехали на Бали, в смысле отдыхать, наверное. Да, посмотреть на какой-то этот конвой такой красочный. А когда вот каждые 10 метров вот так размыта дорога, и что с этим делать? Вот все стоят, и что с этим делать? И понятно, что вместо вечернего веселого сейшена мы будем просто тупо ехать, нагонять график. И вот в момент эвакуации, я помню, что должен решиться вопрос, что Диму сейчас заберут, а там очередь на вертолет. И ясно, что все не уместятся. И подходит руководитель принимать решение. Дима встал, ну а у меня все хорошо. И упал назад. Я тут говорю, да у них все хорошо. И там толпа, хоп, и улетели. То есть вот так вот принялось решение. Нет, но если бы Дима улетел, то он бы никакого спешл-таска, естественно, не выиграл. Потому что он был бы один, бы просто ехал бы уже так как. Ну там решили о том, что Дмитрий в своих интервью вспоминал, сейчас по технической проблеме не можем ему дать какую-то волшебную сухую колбасу, после которой буквально все пошло сразу вот на поправку. Привезенный из России, сервелат какой-то очередной. И, дескать, вот там про спешл-таск. Все-таки серьезный приз, это надо все выполнять, все делать. Что-то запомнил самое такое, может быть, какая-то сложная головоломка, где не столько нужна гурористическая сила, сколько серым веществом поработать. И вы справились. Или наоборот, где-то прокололи, что обидно, да нельзя, могли бы сделать. Что-то было такое? Не знаю, мы как-то всегда чувствовали в себе запас здоровья. И даже первый там, там же три дня соревнований. А остальное время просто конвой, а ну-ка, парни, помощь, путешествие. И вот после двух дней мы четко занимали второе место. И точно знали, что можем еще прибавить. И... Не знаю, у меня есть только одно воспоминание, что склон, каменистый, на нем растут пальмы. Организаторы сделали пальмы воротами, и нужно было проходить, собирать ворота по булыжникам, по склону и набирать очки. Дима бегает впереди меня. Я не смотрю никуда по сторонам, только на руки штурмана. Буквально там вот вперед, назад, стоп, думает, потом показывает сюда колесо, стоп, сюда колесо, там чуть-чуть. И вот так я неотрывно смотрю, и мы ворота за воротами берем, берем, берем. Он бежит так, что я его не могу догнать впереди меня. Уже подбегает, изучает следующие ворота. Я подъезжаю, он мне показывает вот этот камень. Видишь, пройдешь колесом по нему. Я такой киваю, еду, еду. И вдруг я вижу у него лицо. И он не делает никаких команд. Я понимаю, что это первый раз. Это первый раз, он не знает, что делать. Спрошли? Нет. Я говорю, Дима, а ну их нахрен. Сдаю назад, он прыгает ко мне в машину, и мы едем прямиком на финиш. Оказывается, это были единственные ворота, которые были сделаны специально, они не берущиеся. А, вот так вот. Они не берущиеся. Все, кто сунулся, поимели штрафы. Мы их объехали, поимели первое место максимально. Это предчувствие, это подготовка, вот как вы это уловили? Не знаю. Не, ну ребят, конечно, готовили, действительно, ведь все вот этот опыт накапливался, и вот предыдущий год, 95-94, ребят принимали уже участие в этих отборах, когда отбирали. Это после дачного дождя камушки остались, а сталактит вырос, потому что песок ушел. И старались подготовить к таким необычным заданиям, которые все-таки уже начинаешь просчитывать, что могут придумать организаторы. Про женщин у меня есть отличный рассказ, конечно. Можно, можно. Можно все, да. Там в конвое есть такое правило, если ты подъехали, моста нет, быстро рассыпались одни вверх, потечения, другие вниз, нахожу место, где поток достаточно узкий, и можно его переехать в машине. Выезжаю из потока, понимаю, что я размочил берег так, что уже вторая машина не сделает этого. Склон какой-то, нужно пролебедиться. Выезжаю наверх и понимаю, что моя задача не ехать дальше впереди, не найти себе стояночку там и вкусно пообедать, а нужно встать и помогать тем, кто сейчас пойдет за мной. Это какое-то такое есть правило, трофическое движение. Привязываемся к пальме, разворачиваем морду вниз, я разматываю лебедку, в поток падает вторая машина, выехать не может, я стою с крюком, цепляю, лебедки навстречу друг другу, машина быстро забирается наверх, нас благодарят и уезжают, чего отвязываться, там уже подъехала третья машина. И вот на какой-то пятой машине подъезжает женский экипаж, втыкаются морды туда, в грязь, и я вручаю свой крюк от лебедки. Девушка начинает штатное место, куда надо зацепить крюк, там внизу, искать это место на ощупь. При этом она в топике, и ее грудь касается этой коричневой бурлящей жижи. Телекорреспонденты и фотокорреспонденты ловят кайф. Каждое касание груди это грязной поверхности, работают операторы, и это длится, длится, она обходит машину с этой стороны пытается подлезть там, уже вся равномерная, уже волосы у нее в этой глине, уже вся она перемазалась, уже всем даже перестало это нравиться, потому что у нее теле пропали. Я остаюсь все это время, и она поворачивается, эти эмансипированные женщины, которые не разрешают себе никак помогать, и она говорит, «Алекс!» Я говорю, «Да? Фотограф удовлетворены, все закончили?» Она говорит, «Да, да». Я беру этот крюк за кенгуринку, шмяк сверху, Дима говорю, «Винч!» Сколько она потом за мной ходила и доказывала, что она не дура, что она не блондинка, что так нельзя было с ней поступать. Я говорю, «Ты не понимаешь, надо было трудиться телевизионщиком, я к тебе ничего плохого не имею, я просто дал им сделать свою работу». Ну вот, веселый момент такой. Ну, вообще, «Женщина о коммонтрофе» это отдельная история. Давайте сейчас немножечко перескочим еще несколько приключений, просто у нас не так много времени до конца и поговорим о грустном. Это последнее приключение 2000 года, в котором принимала участие российская команда и как-то так получилось. Почему так получилось, мы сейчас у вас узнаем. Примела участие две великолепные девушки из России, которые очень здорово себя показали. Вот, вы много раз уже рассказывали про отборы и в начале передачи звучала фраза, что последний отбор 2000 года это были тысячи людей и неужели из вот этих 30 тысяч нельзя было выбрать двух нормальных мужиков. Почему послали двух слабых девчонок? Вот к вам вопрос. Ну, не слабых, прошу прощения, не слабых. Абсолютно не слабых, но все-таки. Потому что эти девочки за пояс еще кого угодно заткнут. Там, я не знаю, Анка Медведева, мастер спорта, Таня Полякова, тоже мастер спорта по ориентированию. То есть девочки-то у нас были блестящие, и у них очень много было шансов в этом коммонтрофе даже победить. Просто так неудачно сложилась обстановка, что прыгнув в воду, эта коммонтрофь проходила уже не на машинах, а на лодках в Тихом океане, на моторных лодках, прыгнув в воду, Аня Медведева попала по инерции крутящийся винт мотора «Хонда», который уже был заглушен, и рассекло ногу. И рассекло ногу, мы ее отвезли в больницу, но думали, все, на этом, вот как с Димкой Суриной, на этом все закончилось. А нет, Аня ночью позвонила мне, я приехал за ней на такси, мы на такси проехали примерно на то место, где должна была стоять наша лодка, а там была такая грязная потока, забинтовали ей ногу в несколько слоев целлофаном, чтобы грязь туда не попала, и она вплавь переплыла эту речку, пришла к себе в лагерь и продолжала участие. Они заняли неплохое место, несмотря на то, что она практически на сутки выбыла, ее эвакуировали на вертолете. Ну вот такое вот неудачное... То есть вы на отборе все это видели в людях и целенаправленно выбирали именно вот этих девчонок? Выбирали, девчонки просто гениальны, я не знаю, они... Алексей, ты был уже, принимал участие в этом? Я знаю, что коматрофисты просто выбирали следующую часть. Он их отбирал. Я родил Аню Медведеву. Вот так. Нет, он их отбирал. Мы же в Сочи проводили отборы и Аньку Медведеву, и Лешу Пингу. Еще раньше мы в Питере делали отбор, и что-то было в бассейне, и подошел там, сказал, главный тренер бассейна, теперь он ваш бассейн, и вот вы как просили, вот вам помощники, там стояло три парня, три девушки, я быстро сказал всем как-то украсить надо зал, поставить вот здесь стулья, вот это перенести туда, и последний подход Ане, я даю ей флаг, говорю, а его надо куда-нибудь повыше повесить. И все. Потом у меня круг обязанностей, там уже пошли спортсмены, журналисты, зрители, и вдруг я вижу железный швеллер, такой метров 20 высотой, и по нему там наверху карабкается человечек с флагом в зубах. У меня паника, падение смерти. Кто? Кто разрешил? Зачем она там? Снимите, помогите. Кто сказал, ей это удалить? Она говорит, вы сказали повыше. Для человека не было, ей сказали повыше. Самое высокое место здесь. Она залезла, повесила, спустилась. Я все это время сядил, упадет, не упадет, потому что, ну, значит, смерть всему проекту, как же это можно допустить. Вот такой человек, сжав зубы, может забраться. Да, но она тогда не принимала участия в отборе, она просто была случайным человеком, попавшим в этот бассейн в это самое время. Да, потом она представилась, что у нее первый разряд по плаванию КМС погребли, и я ей посоветовал в следующем отборе принять участие. Она приехала, из Питера приехала в Москву и приняла участие. И они безоговорочно многих парней победили, потому что, действительно, девчонки абсолютно неординарные, а уж вот Таня Полякова, которую сейчас показывают, она блестящий ориентировщик, ну, в общем, это был очень хороший, симпатичный экипаж. Потом представьте, себе так кажется, красиво, Тихоокеан, лодка, а я с ним, с ними шел вот переход, когда мы шли на Самову, это страшное дело. Самое хорошее, а, когда ты выходишь из бухты, и второе, когда ты видишь берег, потому что это все время, ты как на... Это все равно, как ты 20 часов в сутки работаешь с отбойным молотком. Это вот эти вот удары, потому что это там сто с чем-то лошадиных сил мотор, вот лодка все время бьет, и в морду тебе все время океанская волна. Это ничего не вижу, это бам-бам-бам-бам-бам, каждый минуту жуть. То есть для позвоночника это смерть просто. Ну, это отчасти знакомо нашим коллегам Андрею Леонтьеву, который принимает участие в чемпионатах мира Европы на лодке телеканала «Автоплюс». Вот, собственно, они сутки в Питере, а вот недавно в Кириллове в 8 часов, собственно, проделали практически то же самое. В общем, спины никакие, позвоночник потом ослаивается отдельно. Давайте дадим пару слов Ане Медведевой, вот что она вспоминает спустя 10 лет после своего Camel Trofe. Вот она справа как раз на ваших экранах. Ну, наверное, их было два. Один момент, когда у нас просто сломался мотор и никто не мог починить. А ни команда поддержки, вот никто. А теряются драгоценные минуты. То есть все как бы уехали там зарабатывать очки. А у меня там все расписано, я там стратег, я занимаюсь планированием. Для меня это было очень больно вообще. Я вспоминаю. И в итоге я сама, хотя я вообще никакой не механик, там ничего, да, я как-то, ну, я банальный курс прослушала там механиков Хонда, по сути, там, в Англии. И я сама, настолько мне это хотелось, видимо, я какой-то интуиции нашла там какой-то проводок, который там подавал топливо к мотору, да, его подсоединила, там замотала изолентой нашей российской и все заработало сразу. Ну, наверное, вот этот момент и второй момент, ну, это была безумная радость, конечно, вообще, что мы поехали и мы там... А второй момент, наверное, это был, когда за три дня буквально до финиша была очень тяжелая точка, грубо говоря, был шторм и волны, они разбивались просто о каменную стену. И точка, она была вот в арке в стене в этой. То есть ты, когда смотришь на это, это кажется вообще нереально. Но, поскольку я была всегда за рулем, я доверила там руль Тане. Я говорю, Тань, ты садись вот, пожалуйста, за руль. Я спрыгну, поплыву. И Андрей Каменев, жалко, что его здесь сейчас нет, это безумный журналист, фотограф, который там на тот момент у него было 3000 дайвов там вообще. Он мне, он говорит, Аня, я не могу тебя отпустить вот на это безумие одну, я поплыву с тобой. Ну и, грубо говоря, мы прыгаем, а волны действительно были очень большие, было страшно. Ну, Танька, она испугалась, как бы она повернула лодку, и мне вообще изрезало ногу пропеллером, вот, винтом от мотора. Там вообще. И так нормально ударила по щиколке. Меня вытащили, короче, как-то посадили. Говорят, все, все, едем госпитализироваться, все. Я говорю, слушайте, ну вот, а какой смысл сейчас ехать госпитализироваться, да? Вот у нас еще там 4 часа до финиша, этого этапа. Если у меня нога сломана, значит, как бы она сломана, ну, мы узнаем, это сейчас или там через 4 часа разницы, никакой нет. Поехали. И я всячески избегала врача. Ну, там был корабль поддержки, я всевозможный. И я вот эти дни, когда там превоснимал, преодолевая эту боль каждое утро, там ты идешь на это все, думаешь, ну, финиш, ну, что, три дня осталось, как бы, да? И в последний момент меня доктор выловил на лодке, потому что был обязательный дайв. Ну, вот, наверное, вот это было самое обидное, что ты не можешь финишировать, потому что там оставалось 2 часа до финиша, и все, ты в ауте. Да, обиды, наверное. Ну, вот, это же из той серии, что в горящую избу войдет. Да, да. Ну, вот такие наши девчонки. Давайте, у нас немножко совсем времени о грустном. 2000 год, и с тех пор никаких приключений. Была еще серия джифучереж, где, вот, я, собственно, нашел международного отбора, по тем же принципам, те же люди организовывали, те же машины, да? Ну, и это приключение тоже умерло, к сожалению. Вот почему? Есть ли надежда, что это еще возродится? Ну, мне кажется, во-первых, нельзя сказать, что умерло. Я считаю, что многие приключения, которые происходят сейчас, и все эти трофи, они все, как бы, вышли из Кэмэл-трофи, собственно говоря. Кэмэл-трофи, это было первое такое масштабное приключение, которое, собственно говоря, дало толчок многим остальным мероприятиям, приключениям, которые происходят и по сей день. Но, наверное, такого масштабного уже трудно себе даже представить, что кто-то найдет все силы организовать. То есть вы не верите, что это может возродиться? Нет, я думаю, что может возродиться в какой-то стиль, но, наверное, все-таки в другой. Ну, есть там у нас и Ладога, есть у нас и экспедиции, есть у нас много других всяких приключений, которые существуют как у нас в стране, так и за рубежом, их много. Но вот я думаю, что, как бы, можно сказать, там, не знаю, матерью, прародительницей или отцом-основателем много в этом было как раз приключение Кэмэл Трофи, которое дало заряд. И многие люди, которые отсюда вышли, как у нас в стране, так если посмотреть за рубежом, они тоже начали заниматься вот какими-то приключениями. Вот я там занимаюсь бизнесом, который тоже вырос из Кэмэл Трофи, там, автомобильным, связанным с обучением людей, езде на машинах. Ну, опять же, все в прошедшее время. Алексей, есть уверенность, что вернется к Кэмэл Трофи, что в какой-то момент опять раздастся звонок, я не знаю, из Лондона, еще откуда-то. Ребята там, приезжайте, опять нужно два человека, опять их нужно выбрать, и опять будет все по полной программе, три недели. Да нет, нет такой уверенности и нечего жалеть. Было хорошо. Слово Трофи появилось, люди, многие поняли, а что можно? А что можно было? Оказывается, можно. Да и что, зачем возвращать-то уже? Не переплюнуть, мне кажется, уже лучше придумать что-нибудь новое. Что-нибудь новое. Масштаб, наверное, уже трудно переплюнуть. Представьте себе вот эти 32 лодки в Тихом океане, которые носятся там, соревнуются между собой. Ну, вот уже если отвлечься от машин там, причем на этих лодках и велосипед, и дайвинг, и вейкборд, и все, что только... То есть это уже должен быть абсолютно разносторонний спортсмен. Или представить вот этот 96-й год, где ребята там буквально, ну там, днем и ночью в грязи вытаскивали эти машины и пытались пробиться к финишу. Ну, тем не менее, хочу сказать, что вот как бы то ни было, вы уже, как люди прочувствуешь и это, да, побывавшие в самом приключении, для вас это уже все было. А по стране остались тысячи людей, фанатов, там, романтиков, которые до сих пор бредят вот этими приключениями. И часть из них собираются на днях отправиться по следам кэмэл-трофе, того самого первого советского кэмэл-трофе 90-го года на Байкал. И даже вот здесь, я знаю, у вас есть с собой большой флаг этой экспедиции. Да, большой флаг, который подписали кэмэл-трофисты и многие другие участники. Вот мы сделали для них флаг. Вот здесь подписи, там, Сверхов, Снарский. В общем, всех-всех-всех-всех. Вот этот флаг они повезут с собой и, собственно говоря, там где-то его в каком-то месте, наверное, с каком-то точке зароят для того, чтобы эти экспедиции могли повторяться. Мне кажется, вот это очень символично. Ну, значит, есть надежда, что все это будет продолжаться. Экспедиция продолжается, естественно, много экспедиций. Вот я сегодня пришел к вам в майке, видите, у меня тут разные там речки наши, русские, на которые я каждый год путешествую организую друзей и приятелей. Но это уже, конечно, будет масштаб другой, более камерный. Но все равно дух приключений, он же неистребим. И человек, который один раз попробовал его вкус, он от него не откажется. Это какой-то сродни определенному наркотику, мне кажется, вот этот дух приключений, дух вот такого авантюризма. Попробовав его, ты уже... первый раз зашла речь о наркотиках, несмотря на то, что вообще вся эта история такая сигаретная, если уж совсем брать начало. Ну, на этом у нас сегодня все, на этой оптимистической ноте про то, что все-таки приключения живет в людях, кто-то поедет по следам. А я напомню, что сегодня в гостях у нас были Сергей Трофименко, Алексей Сверков, живые легенды российского Кэмл Трофи. Спасибо вам большое. На этом у нас все. До свидания. Смотрите телеканал Автоплюс. У нас впереди еще много-много интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok